В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. На одном из участков строящегося выезда из 6 микрорайона, города Видное, началась укладка асфальта. Нижний слой непосредственно нужен, чтобы дальше продолжать оперативно заниматься последующими участками строительства автомобильной дороги. Видновчанку, родившую тройню, выписали из роддома. Две недели специалисты наблюдали за здоровьем мамы и детей. Мы желаем вам счастья, здоровья родителям. Любите друг друга. Архитекторы, которые разрабатывали концепцию Московского парка «Зарядье», подготовили проект благоустройства одного из уголков Видного. Мы хотим открыть двери нашего учреждения для жителей Ленинского района. Строительство выезда из 6 микрорайона на трассу М4 Дон переходит к стадии укладки асфальта. К Новому году трасса протяженностью около полутора километров обретет нижний асфальтовый слой. В ходе строительства используется 28 единиц различной техники, асфальтоукладчики, катки и грузовики. В минувшие выходные рабочие завершили треть работ, положив 550 метров асфальта. Нижний слой, он непосредственно нужен, чтобы дальше продолжать оперативно заниматься последующими участками строительства автомобильной дороги, не принося вред щебню, непосредственно, чтобы уже ездить хотя бы по техническому слою асфальта. В следующем году положат финальный слой асфальта, установят бордюры и столбы освещения. Выезд из 6 микрорайона будет иметь три полосы дорожного движения, а пропускная способность трассы рассчитана на 64 тысячи автомобилей в сутки. 8 ноября в семье Тыванян, которые проживают в Расторгуевской части Видного, произошло радостное событие. У них появилась тройня. Девочка, которую назвали Кирой, и два мальчика Лука и Лео. Специалисты Видновского перинатального центра все это время пристально наблюдали за здоровьем мамы и малышей. Выписка из роддома произошла только спустя две недели. Небольшое помещение для выписки Видновского перинатального центра не смогло вместить всех, кто хотел поздравить Ольгу и Артура Тыванян с пополнением. Чудо! Это чудо! Последний раз такое чудо в Видновском центре произошло больше двух лет назад, и первым его свидетелем также был врач Илья Скуляков. Два года назад тоже я принимал тройню, поэтому мы знали, что делать, как это делать. Мы были в команде, которые были и анестезиологи, и детские ренематологи, и неонатологи. И хочу сказать, что это командная работа, конечно. Вместе с родственниками пришел поздравить счастливую семью и глава муниципалитета Валерий Венцель. Вместе с детьми вы будете получать самое главное – это любовь и радость. Я тоже хочу вам пожелать, чтобы вы любили друг друга. Я хочу родным и близким пожелать, чтобы вы тоже были вместе с этой уже многодетной семьей. Я хочу пожелать, чтобы у вас обязательно все получалось в этой жизни, чтобы вы были счастливой, полноценной семьей. Глава подарил счастливому семейству колыбель и денежный сертификат, что станет хорошим подспорьем для молодой семьи. Прозвучало поздравление и от врачей. Мы желаем вам счастья, здоровья родителям. Любите друг друга, берегите детишек, приходите еще к нам. Присутствующая на выписке заведующая детским садом номер 24 «Жар-птица» Алена Какоева, сама мама троих детей, поздравила детишек и их родителей от лица воспитателей. Стать мамой для женщины – это самое-самое большое счастье. И сразу вспоминаются такие трогательные моменты из моей жизни. Это рождение моих детей, у меня их тоже трое. И поэтому я хочу пожелать нашей многодетной маме здоровья, счастья, исполнения всех ее желаний. Вместе с большим счастьем в семье появятся и большие заботы, но мама с папой с уверенностью смотрят в будущее. Будем пока учиться, как за ним ухаживать, уже самостоятельно, без врачей справлюсь. Помощники есть. Лишь спустя две недели произошла выписка мамы с детьми из роддома. Зато врачи уверены – их здоровью ничего не угрожает. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. При поддержке попечительского совета Центра социального обслуживания «Вера» был разработан проект благоустройства на территории учреждения. Созданием проекта занимались специалисты, которые разрабатывали концепцию ландшафтного дизайна парка «Зарядье» в Москве. О том, что появится на территории Центра в будущем, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Когда у директора Центра социального обслуживания «Вера» Андрея Коренюка появилась идея провести комплексное благоустройство прилегающей к учреждению территории, его поддержала предприниматель и общественный деятель Зимфира Морозова. Она входит в попечительский совет Центра «Вера», основная задача которого – оказывать содействие в работе учреждения и помогать его развитию. Эта прекрасная идея появилась у Андрея Анатольевича. Он мне о ней рассказал, и я, конечно, незамедлительно обратилась к своим друзьям, которые занимаются ландшафтным дизайном. Ребята приехали, оценили ситуацию, и вот сегодня у нас уже есть дизайн ландшафтный. Замечательно, прекрасно, мне все очень нравится, и будем стремиться вперед. По проекту, разработанному профессиональным архитектурным бюро, территория во дворе Центра должна стать новым местом притяжения в старой части города. Причем не только для получателей услуг учреждения. Мы хотим открыть двери нашего учреждения для жителей Ленинского района, чтобы они могли прийти сюда и в рабочее время нашего Центра погулять с детишками, пригласить сюда своих родных, побыть здесь. То есть эта зона должна быть для людей. Общая площадь благоустройства составит 4000 квадратных метров. Она будет разделена на четыре части. Первая – зона активного долголетия со спортивными элементами. За основным зданием расположится зона реабилитации для детей со специальным покрытием для занятий на свежем воздухе в теплое время года. Рядом появится декоративный огород с грядками и теплицами, где получатели услуг смогут заняться выращиванием цветов и овощей. И, конечно, нашлось здесь место для отдыха и релаксации. Сейчас проект находится на стадии согласования с нашим Министерством социального развития Московской области. После того, как министерством будет согласовано, мы начнем проработку вопроса с другими органами надзорными, которые отвечают за установку, реконструкцию территории. И после этого только будем уже планировать его реализацию. Кроме того, на всей территории проведут озеленение, а все компоненты благоустройства будут соответствовать нормативам доступной среды. Очень важно, чтобы предприниматель понимал свою социальную ответственность, чтобы он своим собственным примером и неравнодушием показывал, как нужно жить и как правильно жить. И я думаю, что тогда наше общество станет лучше. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе стартовала неделя доброты и щедрости. В ее рамках проходит сбор вещей, продуктов питания, предметов первой необходимости для тех, кто в этом нуждается. Благополучателями акции станут районные общественные организации Всероссийского общества инвалидов, инвалидов-диабетиков, инвалидов по зрению, ветеранов войн и военной службы, многодетных родителей. В прошлом году в проведении акции было задействовано более 100 волонтеров. В ходе акции собрано около двух тонн различной продукции и порядка 60 тысяч рублей. «Я работаю мамой» – так могут сказать о себе все героини нашего следующего сюжета. Ведь быть матерью – это ответственная и трудная работа, а быть многодетной мамой – тем более. О воспитании, своей жизни и любви к детям они рассказали нашей съемочной группе. Татьяна Воскобойникова из поселка Володарского – мама троих детей. У нее две дочки и сын. Работу мамой она совмещает со службой в полиции. Быть может, поэтому с дисциплиной в их семье всегда было все в порядке. Впрочем, сама Татьяна признается – секрет счастливого материнства совсем в другом. Материнство – это, наверное, прежде всего любовь. Потом, как мы сказали, мудрость. Потому что мудрость должна быть обязательно, чтобы не обидеть никого, чтобы все как-то в гармонии развивалось, все росло. И все потом дало плоды. А плоды, конечно, опять будут та же самая любовь. Когда нужно что-то помочь ей, и мы всегда придем к ней на помощь, она придет к нам на помощь. Мы очень любим проводить много времени вместе, потому что это сплочает. И так что все хорошо у нас происходит. Все проблемы решаем совместно, и поэтому у нас нет таких старших, младших обязанностей. Поэтому все так легко дается, потому что решаем всегда все проблемы вместе. В семье Федоровых пятеро детей. Многодетная мама Юлия сама когда-то воспитывалась в большом семействе, поэтому, повзрослев, твердо решила – детей у нее будет много. И пять, как уверяют счастливые и многодетные родители, для них не предел. Это очень интересно. Каждый из них не похож на другого. У каждого свои способности, свои таланты. Мы с мужем стараемся в каждом ребенке замечать эти таланты, раскрывать их. Дети посещают различные кружки, занятия. Вы знаете, через своих детей я самореализуюсь. У Евгении Солоповой спортивная семья. Ее сыновья профессионально занимаются каратэ, а дочка – гимнастикой. Старший сын Кирилл за свои заслуги в спорте в этом году был удостоен стипендии главы Ленинского района. Такие успехи были бы невозможны без каждодневного труда самого близкого человека – мамы. Отдыхать мне совершенно некогда. Я занята 24 часа в сутки. Работаю я мамой. Горжусь всеми своими детьми, потому что у них успехов много у всех. Учатся все она отлично. Все мои дети – отличники. Поэтому действительно мамой быть большое счастье. Мамой моих детей, по крайней мере. Олеся Ефремова из Месайлова – тоже мама троих детей. Старший сын Алексей – победитель российских и международных соревнований по тэквондо. Средний Михаил всерьез увлечен робототехникой. А младшему Ванечке – всего лишь полтора месяца. Олеся уверена – многодетной мамой быть под силу любой женщине. Дети – это моя жизнь, потому что многие говорят, да, это тяжело. Как? Вот как? Ты воспитываешь троих детей. Это очень легко и просто, да. Тяжело первые три года. Морально, материально, может быть. А дальше-то еще легко. У Надежды Кондрахиной из горок Ленинских также трое детей. Семья у нее творческая и разносторонняя. Дочка отлично рисует и танцует. Сыновья занимаются вокалом и борьбой. Да и сама Надежда преподает детям в местном доме культуры тестопластику. Материнство для нее – истинное призвание. До рождения детей я была совсем другим человеком. А сейчас я понимала, что дети – это мое призвание. И если бы была возможность, я бы еще родила ребенка. Она добрая, нежная, ласковая. Очень сильно любит нас. Ну, любит с нами делать разные поделки. Всегда найдется время для нас. Она все время с ними занимается. Постоянно они у нее заняты. Настенька занята полностью рисованием. Все время ходит на какие-то кружки, танцы. Она старается развить их, чтобы им было интересно жить. Вот такие они – многодетные мамы нашего муниципалитета. Такие разные, но всех их объединяет одно – безграничная любовь к детям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Фитнетово. В продолжение темы. День матери. Несмотря на то, что в России этот праздник отмечается только с 1998 года, он уже любим многими и имеет свои традиции. В каждом поселении нашего муниципалитета прошли праздничные концерты, приуроченные к этому знаменательному событию. На одном из них в Доме культуры поселка Петровская побывала наша съемочная группа. Обязательно спинку держим ровно. Улыбаемся. Важное напутствие наставника, легкое волнение, приятная суета. До концерта, приуроченного к Дню матери, остаются считанные мгновения. Впереди долгожданная сцена, момент, которому ребята так долго и упорно готовились. Ведь сегодня в зрительном зале Дома культуры Петровская самые близкие и родные. Мамы. Я буду сегодня танцевать с мыслями о маме. Для нее буду танцевать. Жду особенные ее аплодисменты маме. Открылся праздник выступлением ансамбля «Звездочки». А после, со словами благодарности в адрес всех мам, поднялись почетные гости. Сколько бы нам ни было лет, мы всегда нуждаемся в маме. Мы всегда хотим к маме. Потому что мама – это лучший друг. Мама любит. Мама все простит. Правда? Мама – это самый искренний человек на свете. И мне хочется сегодня присутствующим мамам сказать – берегите себя. Вы нужны очень своим детям. Юные артисты преподнесли своим мамам настоящий букет подарков. Зажигательные танцевальные номера, трогательные стихи, лирические песни. Слово «спасибо», пожалуй, было главным на этом празднике. Оно читалось в глазах зрителей, чувствовалось в каждом движении ребят. И пусть и танцевальные паи еще может не от точно до совершенства, коллективы, как и сами артисты, совсем молодые, но неподдельная детская любовь и искренность никого не оставила равнодушным. Гостями торжества стали, конечно же, и многодетные семьи. А таких в городском поселении Горки-Ленинске хватает. Вот и Оксана Анишкова считает материнство главным подарком судьбы. Нет, не тяжело, совсем не тяжело. Просто нужно любить детей, хотеть детей, воспитывать их. И они будут нам приносить радость. К слову, среди пришедших было не только много мам, но и пап. Мать – это самое главное, это ценно. Она нам доложить, подарила. Позвоните в День матери обязательно? Обязательно, обязательно. Позвоним, поздравим. Да не только матери, бабушки обязательно. Впрочем, говорить теплые слова своим мамам можно не только в праздник, но и каждый день. Ведь это так просто, а главное – приятно. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова